Всем добрый день. У нас сегодня Алексей в гостях. Это наш франчайзи-партнер в Ульяновске и в Северном Кипре. Да, теперь уже... Алексей, как так получилось в Северном Кипре? Расскажите всем. Слушайте, ну, вообще искал место, где классно можно инвестироваться. И в декабре прошлого года купил себе там первую квартиру. А летом, в этом году, поехал туда в отпуск посмотреть, что с недвижимостью, которую накупил. И понял, что там надо развивать этажи. Нужна масштабность, система и первые места, которые мы любим во всех городах и регионах. Точно. Там говорят, квартиры за фунты стерлингов, да, продаются? Да, у нас официальная денежная единица, фунт стерлинг английский. И деньги очень интересные, они пластиковые, купюры. То есть, вот кто еще не держал в руках, приезжайте, покажем. Как в монополии. Так, хорошо. Ладно. Такой вопрос, что с ценами и кто в основном покупает? Цены сегодня интересные. Выгодные, сопоставимы с российскими регионами. Ну, мы в основном, конечно, работаем с пророссийскими, да, то есть с русскоговорящими. Но вот в этом году очень много покупала Европа, потому что у них очень большая инфляция. Турки покупали, потому что инфляция турецкой лиры. Вот сейчас, ну, в силу событий покупает Израиль. Вот. И, соответственно, ну, иностранцы. Хорошо. Ну, я думаю, что там процент плюс-минус там понятен из ваших слов. В плане риелторского бизнеса какие особенности? То есть, ну, что отличает от российского рынка? Вот два-три отличия основных. Первое отличие. Каждый второй человек, который иностранец на Кипре, он риелтор. Ну, вернее, он думает, что риелтор. Хорошо, потому что, ну, готов, да? Да. Потом, очень много платят застройщики сегодня. Очень выгодные чеки, потому что застройщики говорят, мы не можем свой бренд Северного Кипра и свой на всем мире маркетингом делать. Поэтому отдаем весь маркетинг вам, нашим партнерам, агентствам. Много это сколько? 15-20% это для нас. Слушайте, хорошо живете. Но это пока. Пока, я думаю, слушайте, но я считаю, что это откровенно много. Сделки уже же проходят, я смотрю. Да, сделки идут. Процесс пошел. То есть для того, чтобы сети традиционно передать, лучше вам, я так понимаю. Если вот у нас, да, 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 да. Как вообще? Ну, по клиентам пока все заявки проходят через меня. Неважно, кого вы напишете, я их все вижу. Но у нас несколько риелторов. Есть, например, девушки, которые с детьми переехали. Очень хорошо расскажут, какие садики, школы нашим клиентам. Да, есть те, кто переехали и собираются привозить семьи. Есть те, кто, как я, инвестор и много знает про инвестиции. Соответственно, мы подберем под клиентов. Так, ну ладно, последний вопрос. Какая сейчас температура там на Северном Кипре и температура моря? Значит, на улице 25-28, вот, море где-то 25-26. Но ожидаем, скоро зима будет. Зимой у нас традиционно холодно. До плюс 12 опускается температура. Шины зимние не одеваете. Ну, аккумулятор 8-10 лет в машинах служит. Да? Ну ладно, слушайте, Алексей, ну, удачи там в работе на Северном Кипре. Я так понимаю, переезд случился, да, правильно я понимаю? Да, мы переехали. Семья сейчас на Северном Кипре. Дочка учится онлайн. И уже почти адаптировались. Все меньше и меньше дней, когда тебе страшно, ты спрашиваешь, зачем ты это сделал. Слушайте, ну, я все-таки как-то внутренне, честно, против переездов, да. Ну, ради работы, что только не сделаешь. Партия сказала, надо. Все, благодарю. Спасибо большое. Спасибо.